Друзья, всем большой привет! В сегодняшнем видео я хочу взять вас вместе с собой и показать процесс того, как я буду наносить автозагар. Дело в том, что в инстаграме я вас еще спросила, имеется ли у вас опыт каких-либо автозагаров, какие вы, может быть, использовали, и вообще в целом интересует ли вас такая тема. Я получила множество разных ответов. Мне также советовали посмотреть Викулина видео, где она рассказывает о нескольких автозагарах Ковка Закет. Вот, я и ее видео посмотрела. Просто мне захотелось, знаете, немножечко быть покоричневее, потому что я достаточно бледная, светлая. На самом деле, я не такая прям супер белесая и белоснежная, как белоснежка, скажем, да, но все равно я достаточно светлая сейчас на данный момент. И меня посетила такая навязчивая идея, почему бы не использовать автозагар. На самом деле, я никогда не использовала автозагары, или лучше сказать, я их использовала, иначе это будет клевета, потому что я использовала автозагар для лица. Кстати, он у меня прям здесь стоит сразу же, если я делаю макияж. Ну, сейчас я его давненько не использовала, но вот этот вот от Сан Трупе я вам его уже рекомендовала несколько раз. Также я использовала автозагар от Клоранс в таких капельках, которые вы добавляете именно в крем, например, для лица, если вы хотите, чтобы ваше лицо было позагорелее. Или если вы используете какой-то баттер для тела, добавляете туда несколько капелек, и вот так вот постепенно-постепенно вы тоже приобретаете загар. Тоже довольно неплохое средство, но все равно я хотела бы что-то поэффективнее и что сработает быстрее, чем, например, эти капельки. Плюс автозагар от Сан Тропе, он тоже проявляется примерно через 8 часов. Ну и также это, ну, не совсем то, чего бы мне сейчас хотелось на данный момент. Я начала гуглить эту тему автозагары и наткнулась на автозагар Лавингтен. Я посмотрела столько туториалов именно с Лавингтен автозагаром и прям впечатлилась и решила его заказать себе. Те видео, которые я смотрела, были в основном у западных блогеров, у австралийских блогеров, и это у них была реклама. В основном они им всем присылали этот автозагар. Вот, я заказала его сама. Достаточно дорогая штука, дорогое удовольствие, я бы сказала, вот такая вот одна баночка. Я заказала себе, кстати, экспресс, который можно смывать через 2 часа. Стоит 120 мл здесь у нас в Германии 45 евро, 44,90, по-моему. Я его нашла здесь на одном дистрибьюторском сайте, который продает именно вот этот вот продукт, поскольку это вообще австралийский бренд. Заказала также себе автозагар для лица и варежку, при помощи которой это все дело нужно наносить. Насмотрелось миллион разных туториалов, как лучше наносить, что лучше, в какой последовательности, туда-сюда. Много девочек в этих видео говорило, что они профессионалы уже, они используют автозагар на протяжении нескольких лет, там чуть ли не 5-7 лет, и они прошли уже через огонь, воду и медные трубы. У меня же такого нет, опыта за плечами с автозагаром нет. Я сегодня буду проделывать всю эту махинацию впервые вместе с вами, поскольку вот именно, чтобы взять варежку, нанести автозагар и прошуровать все тело, такого я не делала ни разу. Вот, поэтому я буду надеяться, что вам интересно также посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, я избегу оранжевых каких-то разводов или оранжевых рук, потому что в основном, я знаю, автозагар любит оседать именно вот в этих вот складочках, на сухих местах, участках. Но мы сейчас с вами еще пройдемся по порядку, что нужно делать, что как бы я поняла для себя. Я сейчас в таком не совсем подобающем виде, поскольку я пойду в душ. Я сейчас полностью помоюсь. Вначале, перед тем, как наносить автозагар, нужно полностью, так сказать, проскрабировать свое тело, чтобы очистить его от каких-то омертвевших клеточек, да, от какой-то сухой кожи. В общем, чтобы тело было чистое и на него хорошо ложился автозагар. Что ж, я надеюсь, что вам интересно будет посмотреть. Для начала я пойду в душ, а потом вернусь обратно к вам. Итак, друзья, я уже сходила в душ. Я сейчас, честно сказать, не прямиком из душа, то есть прошло уже минут 40, потому что мне нужно было еще накормить детей, уложить Веронику спать. И сейчас я буду начинать перевоплощаться. На улице сейчас довольно переменчивая погода, то становится темнее, то светлее, поэтому я принесла еще здесь кольцевое освещение. Может быть, освещение будет слегка меняться. Но мне кажется, в целом все довольно хорошо заметно и видно. Достала сейчас еще как раз капельки от Clorans. Хотела вам показать. Вот эти вот капельки я имела в виду, которые я добавляла в свое увлажняющее средство для тела. У меня также были капельки и для лица, но мне кажется, я их уже израсходовала. Что мне не совсем, может быть, понравилось в этих капельках, так это то, что от них у меня были высыпания. Я не сказала бы, что меня прям дико осыпало какими-то прыщами ужасными. Но тем не менее, я замечала, что когда я их использую на лицо именно, то на лице у меня появлялись прыщечки. Я думаю, если у вас просто кожа предрасположена к этому, так сказать, то они могут у вас появляться. Но тоже зависит от продукта, конечно же. Я сейчас не знаю, что будет у меня после использования Loving 10. Я очень надеюсь, что у меня ничего не будет, потому что сейчас, на данный момент, у меня кожа, ну, не в плохом состоянии, но и не в самом лучшем. То есть, бывали времена и получше, вот. Но вот здесь вот это уже проходящая история. У меня здесь болячечка, то есть, она уже сухая здесь, через некоторое время она у меня просто отпадет. А вот здесь вот тоже пятна от прыщей уже. Вот тут только непонятная ситуация. То ли что-то хочет вылезти, то ли нет. Вот, вот этот вот у меня свежий прыщечек. Ну, а здесь только пятна от прыщей. Вот здесь на подбородке тоже, если вам что-то видно. Вот, поэтому как бы эта сторона ок, а вот здесь вот что-то непонятное. В душе я очень хорошо проскрабировала тело. У меня вообще сама мочалка по себе имеет такую твердую сторону, которой я люблю обычно все с себя соскапливать. Также я использовала вот такую вот перчаточку. Это массажная перчатка просто. Ну, еще для пушьей важности, так сказать, я прошлась еще по логоточкам, по коленкам. Вот этой вот перчаткой вместе с гелем для душа. Вот, но в принципе она достаточно мягкая. Моя мочалка даже еще тверже, чем вот эта вот массажная перчатка. Эта перчатка продается в Росмане, в ДМ у нас. Ее везде, в принципе, можно найти. То же самое, что и мочалки. Я использую. Сейчас покажу вам. У меня здесь даже новая мочалочка. Еще они стоят только 99 центов у нас в магазинах. Также покупаю либо в Росмане, либо в ДМ. И вот эта вот твердая часть, особенно если новая мочалка, она очень хорошо скрабирует и как-то очищает вашу кожу от шелушений. И вот люблю использовать. Ну, а это такая мягкая сторона. Просто можно себя погладить. Сейчас на сухие участки, как на локте, коленке, вот шею я еще сейчас нанесу. На руки, на пяточки я нанесу вот такой увлажняющий бальзам. Молочко от Биотерм. Я думаю, вы можете взять просто любое молочко, которое увлажняет. Плюс на лицо, я должна сказать, уже нанесла свой увлажняющий крем. Я не наносила никаких сывороток эссенций, но я нанесла увлажняющий тоник. То есть, просто выйти из душа и на сухую нанести увлажняющий крем я не совсем могу. Поэтому я нанесла еще увлажняющий тоник. То есть, тоником протерла свое лицо, чтобы немножко его освежить и подготовить к тому, чтобы крем лучше впитался. И затем нанесла просто свой увлажняющий крем для сухой кожи. Что ж, я, кстати, буду оставаться на протяжении всего времени в полотенце, потому что я помыла голову. Через два часа мне нужно будет опять смывать это все в себя. Я не буду сейчас сушить волосы, чтобы потом, когда я пойду опять в душ, что-то намочить или что-то сейчас замарать, может быть, автозагаром. Поэтому буду, в общем, в полотенце все время. Лучше всего для этого надеть какой-нибудь черный бикини без лямок, может быть, какой-нибудь банду. Теперь я намажу сейчас свои локти и сухие участки. Также некоторые блогеры вот здесь вот мазали еще вот в этих местах, то есть на сгибах, чтобы не было таких оранжевых разводов. Поскольку у меня кожа, тело очень-очень сухая, то мне, наверное, это тоже не помешает. Так, шею. И вот здесь вот остатками я просто прохожу. Совсем минимальными. Также сейчас намажу коленки. Ну и, конечно же, руки. Руки тоже я сейчас намажу. У меня всегда суперсухие руки. Их я намажу хорошенечко. Ах, да, вот эти вот места тоже нужно мазать. Потому что вот в эти вот изгибы тоже может попасть автозагар. Потом эти разводы не будут выглядеть супер-супер. Итак, я достала уже варежку. Набираю. Кстати, у меня оттеночек Dark. И теперь вот такими вот... Вращающими. Их я еще. моих костлявых ключицах нужно всегда получше проходить так спинку сейчас мы тоже сделаем не знаю как конечно же но каким-нибудь способом мы это сделаем и почему я себя хлопаю я видела тоже такой трюк чтобы мол все хорошо так улеглось без всяких там непонятных разводов нужно еще похлопать все это дело что я делаю с руками с остатками продукта я прохожусь еще по рукам по пальчикам вокруг то есть я не полностью прям наношу этот продукт а именно остатки кто-то советует делать вот так руку чтобы автозагар прошел везде просто кто-то говорит что если сделаешь так он будет западать вот в эти трещинки и потом будет видно что у вас прям оранжевые косточки я не знаю как лучше я делаю просто как-то автоматически как-то как мне кажется пойдет стараюсь как-то растушевать переход скажем так вот здесь ну да получаешься уже конечно такой прям коричневый и так я закончила наносить автозагар единственное что у меня начала промокать перчатка хотя внутри она вроде как просиликоненная но я сейчас постараюсь при помощи салфетки еще снять излишки этого автозагара с ладошки потому что ну как бы не очень надеюсь это будет нормально выглядеть вот в целом вроде бы неплохо я вывела для себя все-таки такой порядок нанесения в начале когда я наносила автозагар на одну сторону варежки затем это все распределяла круговыми движениями а затем другой стороной которая сухая я еще раз распределяла и тогда у вас не будет разводов если же вы будете все время только одной стороной шуровать то у вас эта страна поскольку она влажная получается она все равно оставляет разводы если вы переворачиваете переворачиваете варежку то тогда разводов либо нет либо по минимуму плюс если у вас какие-то есть прыщички то они будут виднеться то есть они закрашиваются и автозагар на лицо я сейчас нанесу кисточкой и ладошечки беленькие а тут вот теперь мне нужно подождать примерно 60 секунд как было указано чтобы я могла потом одеваться я подожду может чуть больше пока я тут все соберусь чтобы это все хорошо впиталось затем лучше всего не надевать какую-то плотно прилегающую одежду лучше надеть какие-нибудь широкие штаны широкую футболку и подождать так два часа и главное не потеть я сейчас хочу еще нанести автозагар на лицо посмотрим как это будет у меня выглядеть не хочу знаете перестараться поэтому буду носить небольшое количество плюс ждать не два часа как тело а вот я сейчас чуть позже его наношу вот чтобы чуть поменьше был этот автозагар на лице совсем заболталась в общем сейчас я надела широкие вещи но это не мои вещи а сашины я подумала почему бы на пылька сидит на меня смотрит улыбается футболка его широкая и его штаны огромные плюс они черного цвета что на них не будет видно каких-то там разводов а сейчас мы с вами нанесем автозагар на лицо плюс я заметила у меня уже фейл вот здесь на руках вот здесь на руках реально тяжело наносить как-то автозагар я сейчас здесь чуть стерла потому что у меня здесь были разводы именно на сгибе внутренней стороны для лица я беру кисточку кабуки какая-нибудь плотно набитая у меня здесь много еще чистых на выбор вот и скорее всего я возьму вот эту кисть полу мягкими легче всего достичь легкого нанесения все открыть хорошо я сейчас нанесу небольшое количество этого средства на лицо на лицо на кисть даку вот горяшечку такими вот как я вам уже сказала я уже нанесла на лицо свой крем плюс вот эту линию к волосам нужно тоже всегда хорошо растушевывать распределять на вторую сторону тоже нанесу примерно такое же количество вот так глаза здесь переход к волосам прям втушевываем самый главный переход здесь тоже хотя шея у меня уже в авто загаре но все равно растушевать переход также еще раз пройдусь за ушами не забываем за ушами и вот здесь если вы делаете пучок и у вас здесь вот это место открыто то будет заметно что там светло а все остальные места темные да теперь после того как нанесла прочитала указание на тюбике здесь написано не наносите на область вокруг глаз уже слишком поздно надеюсь никаких раздражений не будет но я уже остатками просто прошлась кистью кисть вообще сухая можно сказать ну да теперь конечно же всяко отговариваю и успокаиваю себя но надеюсь ничего страшного не про и зайдет и в течение двух часов вам нельзя не мыть руки не умываться но в общем соприкосновение с водой конечно же не нужно сейчас намудрю здесь и будет нам в общем решила здесь нанести еще кисточкой не знаю что он с этого получится вот такие вот у меня теперь руки будем ждать два часа затем я пойду в душ все это смою и вернусь опять к вам покажу вам конечный результат ну что ж прошло два часа как я уже сказала на лице автозагар я держала чуть меньше чем на теле по сравнению с телом мое лицо все еще светлее но я в принципе этого и добивалась сейчас мне нужно еще сходить в душ смыть вот этот вот слой и я думаю я стану чуть светлее кто-то смывает с мылом кто-то смывает без мыла я сейчас посмотрю как это все дело будет выглядеть попробую вначале сполоснуться просто водичкой а еще самый главный момент о котором вам я не упомянула это то что я не почувствовала никакой вони от этого автозагара ну вот реально я уже говорила что я не настолько чувствительна каким-то запахом но тем не менее я конечно же их могу почувствовать да но здесь я вообще ничего не чувствую ну то есть вообще нормально для меня это вообще без запаха итак друзья я уже сходила в душ все себя смыла смывала я автозагар без мыла потому что я заметила что в принципе без мыла все отлично смывается я потому что думала что увижу ли я вообще как автозагар будет с меня стекать или нет но там была такая ржавая лужица поэтому было сразу заметно что с вас смывается вот этот вот оставшийся на вас автозагар поэтому все отлично девчонки я не ожидала такого эффекта если честно. Когда я наносила автозагар, то у меня уже были некоторые разводы. Вот здесь вот на руках, как я вам уже сказала. Плюс я заметила еще кое-что здесь на локтях. Но сейчас, когда я все смыла, я вообще не вижу никаких разводов. То есть все настолько естественно и красиво. В общем, в целом посмотрите, смотрится очень круто. Я вообще довольна. Лицо чуть светлее, опять же повторюсь. Но я думаю, если хочется какого-то более темного оттенка, то я думаю, можно наслаивать и догонять так сказать оттенок тела, если вы, например, через парочку дней и будете использовать только лишь автозагар для лица. Посмотрите, как круто выглядят руки. Вообще. Никаких таких каких-то дурацких разводов. Я думала еще вот здесь вот у меня были такие светленькие полосочки, когда я ждала, пока автозагар подействуют. Но сейчас их нет, потому что все смылось и теперь смотрится все настолько естественно. Я не стала слишком отрываться на моих руках, да, и не хотела, чтобы они были прям супер коричневые, как, допустим, мое тело. И они выглядят сейчас, ну, вообще круто. Смотрите, вот так вот, если подальше, у меня здесь еще кольцевое освещение, поэтому когда близко подходю, подходю, подхожу, такой немножко пересвет. Но если встать подальше, то выглядит все очень классно, очень просто. Я не ожидала, когда вы смываете автозагар, то у вас получается такой естественный оттенок, как будто бы вы реально загорели, как будто бы вы были на солнце. Нет никакой оранжевой морковки, никаких разводов, и даже я, нанося этот автозагар впервые, я никогда варежкой себя ничем не натирала. Результат просто мощный. Что ж, друзья, я уже посушила волосы, теперь уже у меня более-менее презентабельный вид. Если посмотреть вот так вот на руки, то заметно, что у меня автозагар. Если посмотреть на лицо, то в принципе даже так и не видно, что я пользовалась автозагаром, но все равно, зная себя лично, я могу сказать, что я стала чуть темнее. Сам загар, сам оттенок этого фейкового загара выглядит нереально, естественно, как будто вы действительно позагорали на солнышке, и ваша кожа стала коричневой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно для вас оказалось полезным. Здесь на заднем плане играет еще Вероника, поэтому шумы разные, вы можете услышать. Может быть, для кого-то это видео послужит неким видом, если вы вдруг ищете автозагар, или искали, как его лучше наносить, как его лучше использовать. Чего? Расскажи, что мою футболку одевала? Я уже показала. И мои штаны? И твои штаны. И мои трусы? Чтоб свои не наморать. Да. Но подводя итог, скажу от себя лично, что эта штука довольно клевая. Хоть и дороговатая, как бы, да, жаба давит, но все же результат очень крутой. Никаких разводов, никакой морковки, никакого запаха лично я не почувствовала. В общем, прикольный. Могу вам также посоветовать. Еще хочу теперь попробовать Бонди Сенс. Тоже должен быть неплохим. Плюс он еще дешевле, чем Лавингтен. Я думаю, если Лавингтен у меня закончится, я обращусь именно к нему. И он есть на Asos, я видела. Папа вниз пошел. Что ж, спасибо, что вы остались со мной, досмотрели это видео до конца. Это бы вообще было бы очень круто. Ну и мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok